Книга «Открытым окон», 20-й том, вопрос 3379, тема литература. В печати появилось много отзывов и только положительных, и даже весьма восторженных от духовных лиц о фильме «Остро». Вы же сразу и в столь категоричной форме вынесли приговор этому фильму. Не изменилось ли ваше мнение о фильме, о чтении этих отзывов? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Утвердилось. Я прочту несколько отзывов, в том числе и от исполнительной главной роли. Аргументы и факты номер 5, 2007 год, страница 25. Настоящий вызов светскому гламуру и лоску. Бросил исполнитель лучшей мужской роли в этого года Петр Мамонов. Дорогому смокингу и начищенным ботинкам он предпочел заношенный мятый, свитер и грязные спортивные боты. Выйдя получать статуэтку, известную своими провокациями, артист разразился 10-минутным острым спичем, чем привел в замешательство весь зал. Я не понимаю, почему люди смотрят фильм остров и плачут в кинотеатрах. А то, что происходит вокруг нас, никого не волнует, – недоумевал Мамонов. Вы все играете, и эта ваша беспечная жизнь приведет к тому, что все мы будем учить китайский язык. Мой внук наверняка станет подсобным рабочим на нефтяной вышке, которой будет управлять Китаем. Фильм-остров собрал шесть орлов, получив в итоге 70 тысяч долларов премиальных. Комсомольская правда номер 14, 2007 год, страница 11. Как-то я не туда попал, не мое это, – начал, оглянув в зал Мамонов. Здесь я не могу помолиться. Меня вот перед церемонией в коридоре окружили, идолопоклонство, все это. А я вот хочу сказать, пусть Паша, режиссер фильма «Остров» Павел Лунгун, на меня не обижается, вот какое-то кинцо, и вся страна рыдает. Путин маленький, худенький, он разведчик, что он может? Это мы должны что-то делать. Если так дальше дело пойдет, будем все на китайских работать. У них религии никогда не было никакой. Они нам покажут дисциплину. Мы каждый год убиваем 4 миллиона будущих Суворовых и Пушкиных. Алтайская миссия, номер 1, 2007 год, страница 10. Остров спасения. 22 декабря 2006 года в Варнаульской и Алтайской епархии произошло знаменательное событие. Произошла встреча, студенты Агу, поводом и предметным наполнением встречи стал просмотр и обсуждение фильма Павла Лунгина «Остров». Стоит отметить, что во время просмотра только один зритель встал и ушел из зала. После просмотра многие зрители приняли активное участие в обсуждении. Фильм, вышедший в прокат 23 ноября 2006 года, в очень короткие сроки оброс огромным количеством восторженных отзывов и стал, по некоторым оценкам, самым значительным событием не только, а может и не столько в культурной, сколько в духовной жизни России. Остров не просто возвращения исконно русского искания, абсолютного, вобыденно, мучительного и светлого одновременно, и даже не реанимация русского богоискательства. Он – мечта гораздо большее. Теперь у нас есть первый православный фильм. Именно православный, по сути, по духу, по той внезапной молитвенной, исповедальной искренности, каковая делает всякое лицедейство таинства, снимая неизбежную условность игры, тем самым утверждая ее обрядовую силу. Остается теплый, еле уловимый след прикосновения вечности. «Мне кажется, что Россия – это некая лаборатория Бога», – говорит Павел Лунгин. «Мамонов откровение был. Я вообще-то в деревне живу, умными разговорами не заморачиваюсь. Знаю, что мы сняли простой ясный фильм. Нет в нем никакой показной глубины и задуманности. На нынешнем безумном фоне он будет смотреться, как чистенький кристаллик. Маленький такой, но сверкает. Мы ничего не проповедуем, никому ничего не навязываем в картине. Ведь сегодня многим совершенно не на что опереться. Не нам, умникам, а тем простым людям, на которых все по-прежнему и держится. Показан идеал монаха. Надо стремиться так жить. Сильная сторона героя в том, что он себя не щадит, не прощает. Даже когда узнает, что якобы убиенный им Тихон жив. Отец Александр Абрашкин. Отца Иова мы в душе осуждаем. Но если бы не было такого законничества, такого уставщика, монастырь бы развалился. Больше того, по мнению некоторых священников, и самим отцом Анатолием безоглядно восхищаться вредно. Так объясняет протеерей Всеволод Чаплин. Но самый сложный для меня вопрос следующий. Фильм безапелляционно оправдывает фигуру старца харизматика, которому позволено все. Обманывать, игнорировать церковные правила, давать сомнительные советы, руководствоваться только своими мыслями и душевными движениями, не обращая внимания ни на что более. Герой Петра Мамонова поступает так, что мы видим добрые плоды его трудов. И то делает его положительным персонажем. Но мы знаем, что многие такие же старцы харизматики, среди которых есть и достойнейшие люди, приносят людям явный духовный вред и зло. Я знал нескольких таких людей, которые сначала допускали вольности, потом начинали верить, что только они имеют прямой доступ к небу, тогда как все остальные заблуждаются, а окончали расколом и сектанством. Поэтому хотелось бы тем, кто смотрит фильм, напомнить, что не все такого рода харизматики обязательно несут людям лишь добро, а проверяется их деятельность плодами, которыми, согласно Евангелию, должны быть любовь, мир, долготерпение, милосердие. Проверяется их деятельность соборным разумом церкви, то есть других христиан, в том числе и церковных иерархов. Как бы то ни было, фильм очень сильный. Я думаю, что он может стать мощным миссионерским средством, в том числе и в Европе, которая сегодня нуждается в слове об истине Христовой. Когда я кричал о том, что называемая ныне православием есть совершенно новая религия обряда верия, и даже шаманство, не имеющее ни малейшего обоснования в Библии, к тому не прислушались, но это и нашло отражение в фильме. Вот то самое, к чему стремились тысячу лет на Руси. Придуманный студентом сюжет стал воплощением того, что в мозгах, что в мечтах, цели всех архиереев и попов и считающих себя верующими православными. Это же гроб и окончательная гибель России, что Лондин видит и мамонов не отрицает. Китая тут и быть, мусульманам здесь и царствуют. Фильм мечта. Вот бы его воплотить наяву. Но что бы мы тогда увидели в действительности? Монастыри на островах, прозорливцы, юродствующие, народ, мыкающийся в дикой слепоте, и невинного намека на жертву Христову, на личное, уверование в искупительную жертву спасителя. А вот фильм «Иисус» по Евангелию от Луки, ох, как попы не любят, а там один кадр стоит сотни этих островов. Создали кино для выпивок, создали кинцо для выпивок, для живущих под лозунгом «Грешить и не болеть». Одобрением всего фильма открыли зеленый свет всем дуракам в старчество. Теперь может начаться паломничество и массовое разочарование в новоисключенных старках. Принятый сюжет фильма есть не что иное, как жажда иного вида спасения, неевангельской веры чуждого апостолам благовествования. Этот фильм есть удачно экранизированная неевангельская вера, карикатура на евангельскую веру. «Будь консультантом в фильме «Апостол Павел», да разве бы он сказал, что снимается то, что Христос оставил? Он бы даже и не понял, что это за вера, о чем она, где здесь Христос, где благовестие». 2 Коринфянам 11,4 «Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которого не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому» Галатам 1,7 «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христова». 3 Коринфянам 11,7 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру в Евангельскую». Смогу ли обойтись без телефона, а обрубленные связью вспоминаю, «Когда неслись ко мне с надрывным стоном и хищники, и певчих птичьих стаи, как в одиночной камере засохшей, внимаю лишь себе своим болячкам, вполне на схимника замшелого похожий на списанную наживо дерну клячу. Уже помилованный с тысячей повторов Иисусовой молитвой кайф ловлю, мобильно выковал монашество запоры, и бодраю навсегда. Под лодки плотно люк, что происходит в церкви, в государстве, какие взрывы души сотрясаю, одетый в тепло-хладное, укутаюсь в угаре. Свечи мои незримы здесь смерцами. Я могу при первом же желании свой скидский образ жизни изменить, не одичать бы с дикими ослами, притягивать подобное способен лишь магнит. Талант закапываю глубже с каждым днем и атрофируется жажда в благовестии. Кто замурованное с легкостью найдет, мхом обрастает и балом на месте. Еще не дописал свою строку, как телефон надрывно приглашает. Неужто скорбью чьей пренебрегу, мол, овцы не мои в чужой отаре? Им пища требуется, жаждут водопоя, зовут помочь, там одолели волки. Меч при бедре не обойтись без боя, все от того, что пастыри умолкли. Кто гнил за монастырскими стенами, неужто совесть их не обличала? В стране погибшие об истине стенами ни днем не слышали, ни длинными ночами. 31 января 2007 год Игнатий Лавкин